МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройдуть усюды. Аутопарк «Беларусь-Нафты» пополнили уникальные 32-тонные краны МАЗа. Жилевое питание великой семьи. Гомельская инженерных компания будует приватные домы для шмодетных. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Президент Беларуси сегодня на виду открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». Александр Лукашенко ознайомился с вытворчестью и соустроился с коллективом. За ходом визиту сошили наши корреспонденты. Борт номер один приземляется у Гомельским аэропорте. Отколь Александр Лукашенко накеровывается у открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». По словах президента, у этой поездки есть две меты. По-перше, подяковать коллективу за поддержку державы и действующей улады. И еще одна задача – проконтролировать выполнение дорушения керавника державы об разгрузке складов. Тих, кто был на предприемстве ранее, убаченные зараз, саправды ураживая. Готовые комбайны, которые займали значную частку территории, реализованные у Беларуси и за ее межами. Боль затое – новая продукция отгружается партнером одразу после выхода со сборочного цеха. Старшиня Аблвыконкама Геннадь Соловей каже, что такая ситуация зараз отзнашается на шмат яких предприемствах региона. Складские запасы у Пынена скорошаются. У нас, Александр Горож, было валовое производство, динамика, если смотреть, 1,468 млрд, сейчас мы на 2 млрд в месяц. И мы сократили запасы, на 245 млрд для нас мы видим. Хотя и есть проблемы сегодня с экспортом, но это отдельная тема, которую мы на сегодняшний день наращиваем. И смотрим, что нам выполнить эти показатели. Ну, проблема с экспортом, Геннадь Михайлович, она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции. Да, мы потеряли, Александр Горож, на экспорте нашей по Беларуси нефти, только 34%, потому что мы загрузили свое предприятие, это немаленькие 400, даже 3000 объем, которые мы на сегодняшний день продавали на экспортную продукцию. Хотя видим, что стратегия наша Беларусь нефти до 28-го года производит 2,5 млн тонн нефти. Мы сегодня 1,7 млн производим. Это по концу года будет. Поэтому у Ляхова есть стратегия развития. Что тышится непосредственно Гомсельмаша, то за 10 месяцев этого года темп рост в объеме вытворчасти перевысил 130% при 110 запланованных. Прикладно такая же ситуация и с экспортом. Рост 120% при 101 плановым. Президент Пиракананы, такие выники достигнуты неуапошную шаргу, дякуючи повышению якости вырабляемой сельскохосподаршей техники. Как приклад, желание набивать гомельские комбайны сельгаз-предприемствами Российской Федерации. Есть свой завод Россельмаш, а не прочь купить наши комбайны. Почему? Потому что вы начали по качеству неплохо работать. Но это еще не предел, это не потолок. Держите качество. Будет качество, вот все говорят, производительность, производительность. Это правильно. Но я вам как бывший аграрий говорю, что с производительностью мы справимся. Но если не будет качества, не нужна ваша производительность никому. Поэтому каждый рабочий должен видеть то, что он производит. Качество. Должно быть качество. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Миллионы долларов ежегодно по импортозамещению. Вы здесь производите узлы, агрегаты. Вот мы смотрели редуктора, которые вы делаете. Слушайте, все были практически импортные. А сегодня вы все редуктора, которые ставите на свои машины и продаете за пределы Беларуси, вы делаете сами. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. По часу встречи с коллективом президент особливо подкресливая. Дякуючи у тым леку работе машинобудовника, все лето в Беларуси собраны добрый урожай сбоживых. 9 млн 222 тыс. тонн. Гэтага хопить для захавания харчовой безпеки краины и повелешения экспортных поставок. Машинобудовничая галена для Беларуси увуголи у леку основных сфер экономики. А тому и аяпатрымка будет постоянной. Что такое машиностроение? Это мозги людей. Не будет машиностроения. Студентов не будет, дети наши не будут учиться, технорей не будет. И вот я про Сергея говорю, нашего конструктора здесь, а про таких мы вообще забудем. Мы потеряем компетенции, как это у нас по отдельным направлениям произошло после распада Советского Союза. Поэтому машиностроение надо держать. Надо цепляться за машиностроение, потому что это авторитет, это лицо нации. Особная размова об державной социальной политике и уприватности подрымцы шмодетных семью. По словах Александра Лукашенко, инших о шляху просто не снуя. Не будя приросту насельства, не будя и самой Беларуси. Два человека и двое детей нет воспроизводства. Три – это уже на одного ребеночка в плюс. И если бы у нас семьях было в каждой семье по три человека, у нас бы был прирост. А четыре, пять – это вообще классно. Поэтому я был сторонник того, чтобы поддержать многодетных. И еще одна тема, якая сегодня хвалюет у всех пандемия коронавируса. Александр Лукашенко закликает не паниковать, аля обовязково выполнять парады медиков. От захования социальной дистанции до ношения масок в громадских местах. Плюс треба позбегать месту, где находится шмат людей. Сегодня это одна из основных причин росту захворываемости в некоторых городах. Гродно уже на плата вышла, уже не добавляет. Где-то близко Брест. Но больше всего в Минске. Почему? Потому что мы каждое воскресенье тремся друг друга на этих протестах. Это же люди болеют. И отсюда 500 миллионов долларов, которые я мог бы вложить часть сюда, мне приходится лечить людей. То-то купить, то это, то лекарства какие-то. А это дороговизна. Спрос большой, цены высокие. И куда денешься? Если мы сейчас начнем обычные больницы переводить на лечение ковидных от коронавируса, мы не сможем лечить по другим болезням. А есть же и другие болезни. И они страшнее, важнее, и их больше, чем этих болезней. Поэтому берегите себя. Это самое главное. Но я знаю, что вы люди крепкие. Слушайте, мы с вами не это пережили после Чернобыля. Я думаю, переживем и это. Счастья и успехов вам. Спасибо вам. После завершения визита работа на сборочном конвейере одновляется. Сегодня у Гомсельмаша шмат заказов, которые необходимо выполнять. В связи с напруженным графиком, тут додатково примутся на работу и ашекаля 200 человек. Однозначно, это позитив для трудового коллектива Гомсельмаш. Мы к этому готовились. Мы этой встречи ждали. И самое важное, что президент дал оценку работе трудового коллектива. И очень важно, что есть позитивная тенденция в производстве, есть позитивная тенденция в работе команды, прежде всего генерального директора его команды, есть позитивная тенденция в качестве выпускаемой продукции Гомсельмаш. Это важно. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько, Телерадио, компания «Гомель». Уникальные новинки для «Беларусь-нафты». Автопарк предприемства сегодня пополнился автокранами грузоподымальностью 32 тонны. Новая модель вытворчащи Минского автомобильного завода представлена у Першинёв. Учим я и особливости, доведался Дмитрий Котов. Супрационистов помеж компании «Беларусь-нафта» и предприемства «МАЗ» ожитивляется на протягу 11-ти годов. Зараз на балансе нафтовиков 39 автокранов. Техника завсёд запотребованная. И она выкористовывается в будовнестве объектов нафтоздобычи. Извычайно, в самых тяжко доступных местах. Например, на болотистой мясовости. За час эксплуатации техника «МАЗа» вельми добра собезрекомендовала. Один из основных партнёров задоволены. Наракания в повыниках шмотгодового супрациониста не возникало. Зарекомендовали неплохо. Начинали, конечно, мы сотрудничество, когда получали первые краны, выезжали на завод, то есть смотрели сами. Сотрудничаем плотно, потому что есть и пожелания нас, как потребителей. Завод уходит, допустим, на производство пластмассовых роликов, но мы хотим металлические, которые. Поэтому тут реагирует хорошо завод. Автопарк «Беларусь-Нафты» пополнился трыма автокранами. Один – грузоподымальностью 25 тонн и два – 32. А пошня модель представлена с поджилцаму першиню. Новинка уникальная. Ее называют прорывом на рынку спецтехники. «МАЗ» распрацовал и выпустил первый автокран с коловой формулой 6х6, якому не потребуется специальный дозвол для езды по дорогах агульного корыстания. Это основное отразление от замежных аналогов. Конструкторам «МАЗа» удалось створить полегшенное шасси, и таким чином новая модель не будет наносить шкоду дорожному покрытию. Нам очень важно именно данное сотрудничество, потому что это организация, которая и добывает, и это все делает своими силами, без привлечения каких-то сторонних организаций. То есть они на своем опыте могут обкатать наши какие-то новинки, новые технологии. Данный автокран, он работает без полегруза. То есть он не портит наши дороги, и он позволяет экономить деньги, потому что не надо согласовывать перед движением, при превышении нагрузок. То есть это экономия. И получается мобильность. Для того, чтобы согласовать это разрешение, необходимо время. А так каждый день можно ехать на новый объект. Новинка «Майя» – великий потенциал, как на внутреннем рынке, так и за мяжей. У приватности в России. Подписанный контракт на поставку пяти машин в наступном году. Дмитрий Котов, Сергей Комко, телерадиокомпания «Гомель», Решицкий район. В Хойниках отбылось урошистое открытие пограничной заставы. Новое подразделение Гомельской пограничной группы представляет собой комплекс объектов, створенных в вынику реконструкции былого штаба ликвидации наступства аварии на Чернобыльской АЭС. Створенная в начале 2020 года застава, оховая коля 60 километров белорусско-украинской мяжи в Хойницком и Брагинском районах. С новоселем войсковцев приехали помешавать старшиня гомельского облываконка Магина Цоловей и керавник Державного пограничного комитета Анатоль Лапо. Застава здесь укомплектована специальной техникой. Если взять даже форму одежды, то у каждого военнослужащего контракта здесь три специальных формы одежды. Здесь, когда он заходит на службу, в зону, выходя из зоны, он на специальном пункте обработки эту форму одежды сдает. Ну и я вам скажу, что здесь тоже и подборок людей – это, во-первых, здоровье, самосознание и личная добровольная основа. При реконструкции объекта улишвались все особенности службы пограничников на территории Полесского державного радиоцина экологичного заповедника. А кроме того, для эффективной подрыхтовки военнослужащих узведены городок пограничной службы и спортивные объекты. Так само у подразделения обсталяваны закрытые боксы для заховывания и ремонта техники, заправочная станция, сучасная автономная система оттепления и инши важные объекты инфраструктуры. Территория обсталявана техничными сродками Аховы. Что может быть лучше для великой семьи, чем жить в просторном уластном доме? Об этом марать многие. Але будовля справа дорогая и складанная. До помощи вырешать жильевые питания от проектования и до узведения, Некольких годов тому взялась керующая компания холдингу «Будинженеринггрупп». Как с державным предприемством же региона узводить домы, доведалася Марина Севериянова. За 120 км от Гомеля увезцы Борисовщина-Хонецкого района живет семья Ганны Сирош. Минавитаяны два года тому стали первыми, для кого Гомельская инженеринговая компания побудовала великий утульный дом. У гостей едем разом с забудовщиком, Вот такое правило. Пять годов после сдачи дома сопроводжать семью и текаются житем в новом доме. У Ганны и Миколая семеро детей. Шмодетная мать и кажа, что и за всюду было две мары. Кабе ее сыны и дочки отримали добрую адукацию и стали годными людьми и об великим доме. Вельми хотелось и для кожного свое место, кабниту лица, як неколи. Здесь у нас комната для наших мальчишек. Она очень просторная, удобная. Мы раньше жили, у нас была у них комната на троих совсем маленькая. Они как бы теснились в этой комнате. Ранее новоценили, доводилась под шарзе, узгадывая Ганна. Кухня у старым доме была вельми маленькой. У вас большая кухня, это мечта, наверное, любой хозяйки. Да, вы знаете, что мы мечтали именно о большой кухне, чтобы наша вся семья собиралась за одним столом. В прежнем доме у нас была кухня маленькая. Мы постоянно кушали по очереди, потому что все не вмещались. Ну и здесь, здесь наше царство. На другом конце Борисовшины компания будет еще один дом, причем только из якостных белорусских материалов. Коробка уже готовая, про пару месяцев господары смогут отцветковать новоселье. Усяго адрес працовки проекта для сдачи дома проходит не больше за полгода. За два года киручая компания холдингу «Будинженерный групп» побудовала свыше 40 приватных домов в разных кутках Гомельщины. А кроме Хойницкого, ГГТ, Абудокошальовский, Чачерский, Рогачовский, Ветковский и Жлобинский районы. Худка таки же новобудовлий появится у Речицким и Добрушским. Под обязанностей наших подорожек глядите в программе «Великая будовля» 29 листопада на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Толерадоя компания «Гомель», Хойницкий район. Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны протягивает святковать свое 90-годие. Сегодня установлено видала шума гоноровых гостей – представники УЛАДы, керавники и супрацовники разных предприемств и организаций не только Гомеля, а и из других регионов. Поспеховые выпускники ВНУ приехали повиншовать свою «Альма-Матер» с юбилеем. Об роли университета у их лёси расскажет Ганна Корольчук. Уклад университета и педагогов в формировании особы молодого человека складана перооценить. И говорка тут идёт не только об отримании информации, а и об отделе в социальном и культурном жизни. Мы формируем свой круг взносинов, выбираем сферу для побудовы карьеры. Педагоги мотивуют нас до саморазвития. Часом будущая профессия одрознивается от специальности, написанной в дипломе. Однако сформированные в университете навыки, рисы характеру и знакомства застаются на всё житё. Подяковать за это ГДУ и его педагогам в юбилейные дни мкнутся многие выпускники. Мне как выпускнику Гомельского государственного университета приятно поздравить ВУЗ с 90-летием. Потому что я считаю, что всё-таки наш университет это не только старейший центр науки, культуры и искусства. Это пример для всех тех, кто собирается поступить. Пример для тех, кто занимается наукой. Пример для тех, кто уходит на производство. Потому что наш университет даёт дорогу в жизнь многим выпускникам, которые становятся известны не только в Республике Беларусь, но и за её пределами. Всё, что я имею на сегодняшний день, это заслуга в том числе университета. И приятно отметить, что в своё 90-летие университет попадает в списки лучших университетов мира. И с приятными словами вспоминается преподавательский состав, который где-то, наверное, даже заменил отца в своё время и стал, скажем так, фундаментом и основой становления меня как мужчины. И всё это дало, по сути, мне успешный билет в жизнь. Студентские вспоминные, тёплые пожадания и памятные подарунки. На встречу с ректором приходят не только были студенты ГДУ, но и руководители ведущих предприятий региону. Это не дивно. Университет за 90-х годов стал сопрадной кузнью кадров для большинства из них. Это позволяет умоцовывать связи ВНУ, развивать партнёрские отношения и створать новые проекты. Содружество студентов, выпускников Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина отличается тем, что действительно они стараются нести через всю свою профессиональную карьеру вот это чувство гордости, чувство уверенности, потому что они здесь обрели не только квалификацию, получили образование, но обрели социальные связи, завоевали какой-то авторитет, престиж. Я думаю, вот эта миссия любого учебного заведения – давать не только путёвку в жизнь через образование, но и через становление личности. Учился с 95-го по 2000-й год. Поступал ещё на историко-юридический факультет, а заканчивал уже юридический. То есть его потом разделили. Я ещё, учащийся в университете, пошёл работать в органы прокуратуры. Скажем так, диплом уже защищал, работая, будучи действующим работником органов прокуратуры. Мы на сегодняшний день поддерживаем очень тёплые отношения практически с всеми выпускниками, постоянно общаемся, разбросало по всей республике, в Минске много, кто работает, и в Гомеле, в правоохранительной системе, в судах, в нотариате, практически во всех сферах, связанных с юриспруденцией. Урочистый сход не мог областись без узнагороджения. Профессорско-выкладчатский состав отзначен грамотами и подяками Министерства Адукации, Гомельского областного и городского выконавчих комитетов. Гана Коральчук, Ихар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». До других тем. Суд Жлобинского района вынес приговор удашинений до 34-годового мясового жихара. Мужчина робил на территории города циничные надписы и выявы. Инцидент отбылся селита уверенность. Нежлобинчанин находился в нецвярозом стане. Объектами хулиганских деяний устали тротуар, дорожная разметка на пешеходном переходе и опоры ЛЭП. Я просто помню сарай, помню вышел, потом милиция приехала. Я вообще думал, что милиция меня на улице задержала. Ну то есть такой, то есть когда уже в отделение мне привезли, я уже так более-менее в себя начал приходить. Мои действия это просто дурость. Мне стыдно за то, что я сделал, потому что это реально подростковое какое-то поведение. Просто перед сотрудниками стыдно, даже перед соседями. Назначенное покарание – арешт на три месяца. Ранее мужчина был осуджен за забойство. У Гомеля на базе организации «Червоного крыжа» Чегуношного района открыли пункт прокату техничных сродков социальной реабилитации. Тут люди с обмежованными махшимостями могут корыстаться усими необходными пристосованиями. Термин не больше, как два месяца. У нас есть и инвалидные коляски, у нас есть костыльи, у нас есть трости, у нас есть ходунки, у нас есть противопролежные матрасы, средства для туалета, различные корсеты для голеностопов, различные вещи. То есть можно обратиться сегодня к нам, эти вещи можно получить бесплатно, но это люди не инвалиды первой и второй группы, которые уже используют гарантии государства, а люди, которые еще не охвачены государственными льготами. Так само подчас открытия пункта районная организация презентовала работу творчей майстерни. Доброохотники «Червоного крыжа» выучают швейную справу, вырабляют текстильные прилады. Продукция корыстается великим попытом сирот насильства. Это и другие новинные информации о проектах Толярадо компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tv.gomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомельской области по сравнению с прошлым годом отмечается снижение гибели и травматизма людей на железнодорожном транспорте. Однако о стабилизации обстановки говорить еще преждевременно. В Рогачевском районе вчера под поездом оказалась женщина. ЧП произошло около 7 вечера на железнодорожных путях вблизи гаражного кооператива по улице Богатырева на окраине города. Женщину средних лет протянуло под поездом, следовавшим из Могилева в Жлобин. Обнаружили ее под вторым вагоном железнодорожного состава. Женщина двигалась по путному поезду в направлении, спиной к поезду. Машинист сразу же, когда ее увидел, подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. Женщина была травмирована и с тяжелейшими телесными повреждениями доставлена в Рогачевскую больницу. В настоящее время она находится в бессознательном состоянии. Ее личность устанавливается. С начала года это уже восьмое происшествие на ЖД-транспорте. За весь прошлый год их было 17. Пострадавшие находятся в коме. Районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления личности пострадавшей сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз назначено проведение дактилоскопической экспертизы. За прошедшие сутки на автомобильных дорогах также не обошлось без серьезных происшествий. О ДТП в Реческом районе мы успели рассказать вам вчера. Еще одно ДТП произошло накануне вечером в Гомеле. Спровоцировал его водитель 1983 года рождения, двигаясь на авто около 10 часов вечера по улице Фрунзе. Водитель автомобиля Рено из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся впереди автомобилем Хонда. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир автомобиля Рено. С травмами она была госпитализирована. В связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям установить зимние шины и соблюдать повышенную осторожность. Необходимо уже придерживаться зимнего стиля вождения, избегать резких торможений, сохранять дистанцию и боковой интервал. Из-за вбитого в асфальт сверла на оживленной трассе в Гомеле повреждены колеса нескольких автомобилей, сообщили в областном ОВД. Сегодня утром в оперативно-дежурную службу стали поступать сообщения от водителей, которые передвигались по объездной дороге со стороны Центра радиационной медицины в направлении микрорайона Любинский. В пути все они пробили колеса своих авто неизвестным предметом. У кого-то было повреждено одно колесо, у кого-то два. Сотрудники милиции выехали на место происшествия. В ходе осмотра проезжей части автодороги, недалеко от ее пересечения с улицы Ильича, обнаружен вбитый в асфальт обломок сверла по бетону. На данный момент подтверждено повреждение колес восьми автомобилей. Проводится проверка. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы два пожара, в результате которых уничтожено одно и повреждены два строения. В 11 утра поступило сообщение о пожаре кирпичного жилого дома в Будокошелево по улице Школьной. Огнем уничтожена кровля и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Около семи вечера сообщили о пожаре жилого дома в деревне Дубровки Лелеческого района. В результате пожара деревянный дом уничтожен полностью. Повреждена крыша рядом стоящего сарая. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В итоге шайба Александра Суворова стала единственной в поединке. Гомель не смог забросить в чемпионате впервые с конца января этого года. Завтра подопечный Сергея Стасия, играя с Гродненским Неманом на его льду, в гости к Динамо приедет Жлобинский Металлург. Столивары не играли с 29 октября. Матчи предпоследнего 29-го тура чемпионата страны по футболу высшей лиги пройдут в ближайшее воскресенье. Все игры начнутся в одно время. 14.00. Мозорская Славия, занимающая сейчас 12-е место, ждет в гости Смолевичи. Команда из Минской области замыкает турнирную таблицу и покинет олитный дивизион. Вопрос с чемпионством вышки открыт. Реальные претенденты – это Батэй Шахтер. Есть шансы на золото у Немана и Торпеда Белас. Все решится в двух заключительных турах. В первой лиге главная интрига связана с обладателем второй прямой путевки в высшую лигу – претенденты Гомели Крумкачи. Зелено-белые опережают оппонента на два балла. В субботу подопечный Ивана Биончика играют со светлогорским химиком на его поле. Крумкачи дома встретятся со шмянами. Гомельский локомотив может подняться на четвертое место. Команде Андрея Горовцова надо обыгрывать гранит и надеяться на осечку Арсенала во встрече со Сморгонью. Речицкий спутник в ранге чемпиона в 26-м туре принимает Слоним. Все поединки стартуют в 14.00. Во второй лиге чемпионат также финишируют завтра. Заключительный тур финального этапа – просто формальность. Путевки в первую лигу досрочно завоевали Могилевский Днепр и Петриковский шахтер. Молодечно право на повышение в классе оспорит в матче со светлогорским химиком. В ближайшие выходные пройдут матчи 11-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный поединок состоится в Орше завтра. Витен ждет в гости гомельский ВРЗ. Старт поединка в 11.30. Светлогорский ЦКК дома в 13.30 начнет свой матч против столичного дорожника. БЧС сыграет в воскресенье в Гомеле с Борисовым 900. Начало в 15.00. Решение Беларусской ассоциации мини-футбола. Все матчи пройдут при пустых трибунах. На игры женского гонбольного чемпионата страны вход для болельщиков не закрыт. Правда, на трибуны можно будет попасть только в защитной маске. Гомель завтра на паркете дворца игровых видов спорта сыграет с Березиной. Начало поединка в 15.30. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова